Женьмин Жабая, Китай Китай не собирается плясать под чужую дудку и будет следовать своей дорогой в своем направлении. Женьмин Жабая, Китай 22 октября 2019 года Комментируя недавнее беспочвенное обвинение должностного лица США в адрес китайского общественного строя, официальный представитель МИД КНР Хуачуньин на сегодняшней пресс-конференции заявила, что история и практика доказывают абсолютную правильность пути социализма с китайской спецификой. Стремление американской стороны исправить образ мыслей других людей в соответствии с собственными желаниями изначально ошибочно. Китай не собирается плясать под чужую дудку, он продолжит неуклонно следовать той дорогой в том направлении, которое выбрал и определил для себя сам. Один из журналистов задал вопрос, 17 октября помощник государственного секретаря США Дэвид Стилвилл, выступая в центре Вильсона с речью о политике США в отношении КНР, заявил, что китайско-американские отношения находятся в фазе стратегического соперничества. США должны изменить способ общения с Китаем и всерьез подумать о таком факторе, как постепенное идеологическое ослабление. Стилвилл также выдвинул беспочвенные обвинения в адрес китайского общественного строя. Как вы это прокомментируете? Хуачуньин указала, что китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения. Речь Стилвила в полной мере обнажила серьезные идеологические предрассудки, укоренившиеся гегемонизм и двойные стандарты отдельных представителей США. Хуачуньин напомнила, что совсем недавно прошли торжества по случаю 70-летие образования КНР. Все международное сообщество дало высокую оценку колоссальным успехам, достигнутым Китаем за 70 лет, его значимому вкладу в мир и развитие всего мира. Руководители 178 стран, а также 36 международных и региональных организаций в различной форме тепло поздравили Китай. История и практика доказали, что путь социализма с китайской спецификой абсолютно верен, полностью соответствует национальным особенностям Китая и потребностям китайского народа, а потому пользуется его поддержкой. У Китая и США разные истории и культура, общественный строй, путь развития, национальные реалии. Стороны не могут изменить друг друга. Стремление американской стороны исправить образ мыслей других людей в соответствии с собственными желаниями изначально ошибочно и нереализуемо, подчеркнула Хуачуньин. По ее словам, Китай не собирается плясать под чужую дудку, он продолжит неуклонно следовать той дорогой в том направлении, которое выбрал и определил для себя сам. Китайская сторона никогда не стремилась изменить США, американская сторона также не должна все время пытаться изменить КНР, но должна научиться терпимому, равноправному и уважительному отношению к законному праву на развитие других стран, включая Китай. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.